Всем привет, мы снова с вами, это блог о вине, просто о вине, Виталий, Вадим, Женя, и с нами теперь наконец-то первый гость, Святослав, это амбассадор армянских вин в СПБ. Сегодня мы скорее будем просто слушать, пить, наслаждаться вином, а все рассказывать нам, да, будет Святослав. Пожалуйста, добрый день. Спасибо большое, что пригласили, очень приятно нам сегодня прийти. Так, сегодня мы будем разговаривать про вины Армении и пробовать их. Вообще много узнаем об этом удивительном и интересном регионе. Вообще, наверное, небольшой такой пролог, и скажем немножко пару слов о Армении, потому что виноделий в Армении, наверное, это одно из самых старых в мире. И если мы помним, какие-то иглейские мотивы, то Ной, сошедший на гору Арарат, как раз подарил вам прекрасному региону наградную лазу. И с тех пор началось виноделие. Более того, амфранное виноделие, это как раз родина Северного Кавказа, и более того, это именно Армения. С Фуарни, как раз в Азоре, там нашли первые доказательства того, что там зародилось на деле, это где-то 5-10 век до нашей эры. И можно сказать, что все виноградные сорта пошли как раз из Армении. На данный момент сейчас в Армении насчитывается порядка 400 подклонов, и это большая шкатулка различных... 400 реально? Да, реально 400 сотов. Для большинства наших сограждан Армения представляется как страна-коника. Оно так сложилось исторически, еще с царских и имперских времен, но национальная идея, скажем так, это была именно производственная вина. И если мы говорим, что какой-то такой национальный продукт, то это в первую очередь кино нет. А много же вин делают с ними из коньячинга, достаточно жрать сейчас? Используется коньячинга сорта винограда, такие как Мак и Кангун. Но это белый сорта сегодня будет красным, и попробуем на разных клиптиках каких-то классических, современных, хочу, скажем, натуральные нахорубки. Так вот, 400 сортов винограда в автортонах существует, но на самом деле используется порядка 40 видов. И активно используется виноградами, наверное, на 20-20 сортов, так что это такая еще шкатулка, которую мы только-только приоткрыли. И, как мне кажется, это один из самых интересных регионов, который, ну, скажем так, находится близко к нашей стране. Сейчас в связи с повышением центра на европейские вины, это суперактуально и интересно попробовать какие вины, как мы будем пробовать сегодня. Начнем мы сегодня с винодельнии воскини. Вообще, есть такое слово воскес, оно приводится как лоза. Мы часто встречаем вообще какие-то однокоренные слова в винодельнях. Сегодня у нас интересное вино. У нас на Витут изображен прекрасный мужчина. Его зовут Самбадом Тиосян, это основатель компании. Тут есть небольшая приписка. Dream Science 1925. Дело в том, что вино не делают со 25-го года, и не существует как винодельня. Это винодельня, они хотели делать много от этого уполнений. Самбад долгое время прожил в Штатах. И занимался своим бизнесом. Ну, в этом строительном бизнесе. Но мечтаю было вернуться на родину и делать свое вино. В общем, он скопил капитал, вернулся на родину. В общем, это огромный наградник по регионе Армавир. Это регион Голинга-Арарарах. И также еще наградники по Вальтору. Это горный регион. Это, как раз, и к ректору, о чем я уже говорил. Это все рядом или совершенно в разных... Но Армения не очень большая страна, но она очень интересна с точки зрения общей деопозиции. Она находится от 600 метров на дурном море до 2000. Поэтому есть абсолютно разные регионы с точки зрения климата, есть с точки зрения почвы. В основном они носят лукоический характер, но есть там и другие. И это очень сильно влияет на винограду, особенно палящее солнце. Может откроем уже? Да, конечно. Да, у нас можно пить и говорить, и просто может отвернуться, как бы геологически не слушает, и наслаждаться вином. Да, давайте. Это у нас арени, да, боже? Арени, да. Сто процентный. Сто процентный арени, и арени, наверное, один из самых известных и самых популярных красных сортов в Армении. А из белых популярнее было воскиад или конгун? Просто воскиад это, скажем так, аппетон, а конгун это сорт, который был выведен советскими аналогами, и он дословно переводится как «Стойчим», он был выведен из «Кацетелли» и «Сухолиманский белого». Рад, что притерпевать. Белого какого? «Кацетелли» и «Сухолиманский белый». Сухолиманский. А, «Сухолиманский». Да, да. Учим русский «Сухолиманский». Начало это. Он смотрит, главное, чтобы ему не меньше было, да, оп. Так вот, Саббата возвращается на родину, покупает виноградники, и все дело идет к тому, чтобы выпустить свое первое вино, но, скажем так, происходит такой эфирический момент, когда советское правительство национализирует виноградники, и, к сожалению, ни одна бутылка как-нибудь. Вот. Грустная история. И родственники жили с этой миссией, что были виноградники, делать-делать вино. И в 2008 году они выкупили их. Сейчас уже дождались все-таки, да? Да, и пришлось их выкупить повторно. Вот, собственно говоря, героическая история, как мне кажется. И с 2008 года они существуют, сейчас уже третье поколение, Саббата руководится виноделем. И сегодня мы пробуем потрясающую историю, это арени. Еще часто в Армении называют аренинуар. Дело в том, что любят сравнивать эти два сорта, пенонуар и арени. Дело в том, что здесь очень... Пахнет пенонуаром. Только немножко, мне кажется, спиртуозным, да, спиртуозным таким, но пенонуаром. Мы только открыли бутылку. Ну, нет, ну, как бы... Мы можем, конечно, час спокойно сидеть, и бить эту бутылку, да. Ничего, ничего. Да. Ну... Очень мягкий доним у него. Очень приятный, маркетный. Ну, и цвет приятный, чистый такой. Лепкий. Пенонарус. Причем, для арени это не значит, что вот сегодня мы пробуем арени, и все арени, которые будут пробовать далее, армянские, может быть, трендмарков, они будут похожи на это. Дело в том, что, как я уже говорил, страна достаточно интересна. И даже в одном регионе, более того, в одной деревне, условно, есть, там, пеноградики, которые находятся чуть выше, чуть менее по склону. И это будет уже совершенно другой арени. То есть, очень много лицов братьев. Но какие-то общие стилистические особенности, конечно, мы можем подчеркнуть. Это вот именно такая очень приятная мягкая талинность. Достаточно много перца. Как мне кажется, здесь хорошо чувствуется черный перец и... Большая нотка такой анималистики, как видела на козу. Ну, вот сейчас, кстати, когда про перец сказали, как раз уже у меня даже в плане аромата, это скорее уже не до конца спиртуозность, а спиртуозность и синюю сперсию сразу, почему-то вы понимаете, нет? Ну, как будто бы, да, как будто бы. Да? Ну, то есть, вот опять же, да? Возвращается, пока не сказали. Да, да, думали все спиртуозно. А сейчас, получается, как будто именно даже если не вкус будет, то есть аппарат. Аромат. Нет, ну мы не знаем, что сейчас. Вот можно там или же в конце дегустацию там повторить, да, соответственно, но... Оренитрио как раз опять же зашло. Оренитрио, да. Оно, наверное, более все-таки какое-то умиротворенное, сбалансированное. Может быть, за счет того, что трио или... Нет, там просто добавляется винтаж. Поэтому оно, скажем, более тельное, оно более мощное. И более интенсивное по динамике, в которой мы получаем вкус и такой аромат. Здесь, я думаю, ближе все-таки к пенуаару, ниже, чем бронитрио. Как мне кажется, вообще это страшно. Ну, кстати, да, сейчас оно действительно в локале стояло, и оно прям в послевкусии прям в комфорт. Прям вот. Ну, просто сказать, что появляется уже какой-то... Как будто бы сахар, но сахар ягодный какой-то. Ну, ягодного полоса. Сладость? Ну, да, да. Какая-то вот именно кисло-сладкая вот это вот. Ну, кисло-сладкое что-то есть, да. Вроде как бы есть пенуаар, скорее, там вишня должна быть какая-то, но здесь, скорее, что в ежевике, поскольку мягкая, после вкухи во вкухе. Я, наоборот, сорвнулся с какой-то черемах или с какой-то терпкой красной ягодой. Ну, не знаю, что-то такой аромат, который подвязывается. Смородина, черемаха, петрамины. Ну, хоть такое. Я, потому что повторил, похоже, предлагаю. Сначала все. Да? Да, отлично. Ну, а вот в двенадцать-двенадцать момент сегодня… Представляешь, что бы подышало бы там, как я ли, будет длиться всего или так? У нас будет возможность. А декантировать ее нет? Ну, есть линейки более, скажем так, выдержаны. Скажем так, если у нас здесь выдержки вообще нет, только отдыхают в фонстале, то есть еще выдержанные. И их стоит декантировать и относительно интересные варианты. Есть даже линейка инфизация, вне позиции линейки АРНИ-130. То есть 130 – это 130-летняя лоза из лозора. На данный момент уже 137-летняя. И дело в том, что, если мы помним историю нашей страны, был момент, когда вырубались лоты. В России лоза, она не… ну, не осталось, собственно говоря. А вот в Армении, поскольку… Вы вспомнили, что… Не пустили туда? Нет, все намного проще. Это от 600 до 2000 метров. 2000 метров. Ну, то есть винограника находится на 1500-1300 метров. Понятно, что в долине… Да, окей. А вот наверху кто уже туда полезет? Да и, ну, представьте, пришло там… Лестницы брать. Вырубить виноградик. Ну, дело относится к виноградику как к своим детям. Ты же не можешь просто пойти убить свой ребенок. Ну, окей, придут, может быть, тогда и будем проверять. Там, вырезал его или не вырезал. Поэтому сохранились столь старые лозы. Это прям потрясающая история. И удивительно, что мы можем вообще такое попробовать. Ну, этого мало, да, вообще? Да. По всей Армении то есть как-то ни о чем, да? Вообще не много, но оно есть. Ну, дорого, да? Да, но по сравнению с тем же европейским именами это вообще абсолютно другой диапазон цен. И, конечно же, это очень, как бы, подводится и партификально. То есть, оно того стоит. Ну, стилистики-то в какой-то более степени делал. У него точно где, там, скорее, Франция, Италия, где-то там что-то... У него же к Армении, да? Ну, на самом деле, если... Нет, ну, нет, если говорить про стилистику, то это хорошо. Просто, если сравнивать все-таки, да. В случае, если в целом сказать по стилистике по армянским именам, то, ну, скажем, это регион Кавказа. И он сильно отличается от близлежащих стран, где тоже делают вино. Они, в общем, пошли по достаточно европейской стилистике и начинаются кольки с там, скажем так, услугами различных виденных консультантов из Европы. Если вопрос еще возникнет, кто-то и говорит. Да, и часто приезжают французы и... В общем, французы тоже приезжали, помогали, и делали именно. И это достаточно чувствуется в направлении, просто, у меня это попали по данному. И сравнение из разряда, что, например, теруар он, кто-нибудь анапский, и он сравнил с теруаром Бордон. Теруар он, это крымский теруар, он, это крымский теруар. Еще вот там европейский регион, и есть такая история с Арменией, что вот армянский теруар похож на какие-то европейские. Хороший вопрос. Ну, честно сказать, не могу сказать, насколько он похож. Для меня это все-таки какой-то регион и... Вина, которая оттуда делается, они... Мы можем их, как бы, втянуть с какой-то... Вином, который мы уже пробовали. Так, в любом случае, когда мы что-либо пробуем, мы отталкиваемся от своего восприятия, от того, что нам уже знакомо. Но все-таки это... Скорее исключительный регион. Да, скорее исключительный регион, нежели чем похожее на что-то. И вообще, как любят говорить, ну, вот сейчас есть такие опыты в Армении, когда в основном это страна тампортонов, то есть своих сортов. Дело в том, что зачастую там не проживают какие-то новосветские сорта. Но есть опыты, и ребят сейчас приводят там СРУ и многие другие сорта там, но почему армянские сортов нет? Нельзя же ЛООО, да, выводить? Или же ЛОООО? Не знаю. Был какой-то... Насколько не знаю, был какой-то... То ли, закон, то ли, может... Для какого-то больше... Я слышал, что Россию сейчас уже выводят. Армянские вводят. Ну, сейчас мы, да. Это 10, назад нас, кстати, 15. Это прям запрещено даже. В Индинаме Армении занимают два года. Вот. Пока... Не могу точно сказать, вывозились раньше в Армении или нет. Хотел бы попробовать какой-то французский Армении. Какой? Ага. Итальянский Армении. И если говорить про интересное вино, то... Если первое, которое мы пробовали сегодня, оно было больше какой-то... Какой-то классический, стилистический... И с такого понятного, достаточно уже популярного сорта армянства. То... Следующую позицию, которую мы пробуем, это у нас... Вино, которое называется Базун. И Базун приводится с армянского как множество. И... На самом деле, это... Честно так, множество сортов. Мы уже говорили о том, что 400 артонов. И... Данный продукт, это именно продукт по редких сортов награды. Которые не так популяризированы. Например... Рыги или Афтанак. В данном случае, мы будем пробовать сорты. Поразоваться Карм Раю. Две буквы Р. Очень сложно. В первый раз. Карм Раю. Карм Раю. Да. Если говорить про... Скажем так... Родителей данного сорта. Это... Хладкий черный. Это Одиссия. И... Амурский. Три сорта. Здесь, в общем, сплюлись. В... Очень интересном исполнении. И... Сорт вышел очень ароматом. А чей это сорта? Одинский, российский. Вообще-то, российский. Амурский. Амурский. В советское время. Да, да. Азума, это виноденье или это название? Название вина. Амурский. Свет такой ближе, да. К Крым Раю. Да, у нас тоже... У нас сегодня все вина не выдержаны. И... Здесь тоже нет виндочка. Но цвет супер насыщенный. Я вообще... Когда я говорю про сотовую сливку, про родителей... О-о-о. Амурский. Амурский. Данного... Ну, ты же любишь красненькое. ...сорта винограда, то, наверное, я бы его сравнил с Киберней. Сама форма листа чем-то напоминает. Ого. И достаточно мощные, большие ягоды. Мне кажется, прям, как ты же... Извините. Это животный. Я, конечно, могу. Я как на рынке оказался. Вот что-то... Смесь ковров чего-то. Вот тут... Ковры напротив специй рядом. Там очень мощный. Нет, это очень круто. И тут... Ну, изначально, когда я правил первый раз это вино, когда оно тут ушло... Оно ещё... Было... То есть, я недавно родился в бутылке, и там было много рассольных нот. А сейчас вино уже отдохнул даже в бутылке, и у него немного изменилось. С динамикой появились такие интересные танины, чайные ноты. Причём чайные розы для меня. Хотя... Вот опять, частью говорят, будто, да, чай такой, как... Передержанный. Да. Вот, вот, реально. Перезависим. Конечно, много чёрных ягод. Это такая история, как... Чёрноплодная рябина. Чёрная смородина. Такая какая-то вот... Джинлайс. Она вот, блядь, прям... Присутствует. Ну, в красном рябине без них никуда. Без чёрных ягод. Ну, да. Да, это уже... Аромат рынка? По текстуре всё... Гораздо плотнее. Бля, это круто. Какой-то... Конечно, это не на прикольной плане. Они так как булакивают, и ты хочешь их запить, запиваешь, и как бы опять хочешь захочется имя же и запить. Да, да, да. А с Каберначком не знаю, наверное, у тебя и тяжело сравнить. Уберное более грязное, по-моему. Это почище. Ну, а что? Комплимент. Ха-ха-ха-ха. Не, это круто. Это круто. Это даже если в сравнении, если... Даже Орони мне более-менее понравился. Это прям... И что будет с Натуром? Ну, это, мне кажется, просто чуть... Ну, Орони он больше легче был. То есть, там, опять же, как ты говоришь, там на каждый день... Ну, то Орони стоять там на каждый день, иди сюда так. Только тут какой-то ужин, либо, так сказать, люди осознанно это выбирали бы. Ну... Ужин это вообще... Не знаю, там так комфортно. Ну, мы сейчас говорим не про нас, скорее, да, а говорим про... Без закуски. Без закуски. Обыденного пользователя. Без закуски целого. Без закуски целого. Просто пить комфортно, и все. Не знаю. Орони комфортнее пить. Мне просто больше нравится... Орони комфортнее пить. Ты делал вкуски. Это, ребят, вкусовщина. Мне очень понравилось. Вы что-то скажите о нашем споре. Вы что-то скажите о нашем споре. Чью сторона поддерживает. Водочки. На домах. Я думаю, друзья, что, на самом деле, нет какого-то вот такого вот петя, что есть вино там условно только по пэринг и только самостоятельные вины. И это исключительно зависит от нашего восприятия вина и то, что нам нравится. Поэтому, ну, у всех есть разные друзья. И кому-то из моих друзей, наверное, больше будет нравиться более насыщенные, более плотные сорта вина. И буду говорить в некоторой семье, знаете, вина в бархатном, который вот официальный, стоят в костюме перед вами. В фиакте. Вот. Ты прям чувствуешь, что стоят с каких-то баснословных дней. И кому-то нравится, наоборот, более легкий именно стилистический кларет. Какая-то что-то хиткая история. Такая легкая и которой можно достаточно много. При этом я знаю людей, которые выпивают две бутылочки шаразы. И едут домой. Все хорошо, да. И едут на работу. И это с утра, да? Две бутылочки шаразы, это с утра. И едят с обоим. Ну, даже ароматика не знает. Ну, действительно, армянская кухня, она очень такая обильная. Очень много мяса. И, конечно же, все это длина, как мне кажется, идеально могут идти под такую историю. Одни стены. Для следующего результацию делаем мясо. Читуется даже зубов такой налётик хочется снять. Мне это как раз нравится по ощущениям. Вот. Не знаю, ароматы и зарядованные уходящие по мне что-то. В точку, да. Такая же, мы потом, ну, не знаю, какую я потом ещё раз круг сделаю. Всё попробую. Как в Формуле-1, да, там, 56 кругов. Ну, чтоб, натуралочка, пожалуйста. Да. Здесь сама бутылочка даже смотрится. Сегодня у нас это вино Алурия. И это натуральное вино. Здесь у нас нет диоксида серы. И, соответственно, здесь у нас не добавляется броши, то есть это спонтанная коммуникация. Выдержка здесь так же не будет выдержки. И интересная сорта награда у нас из региона Арцах, о котором мы сегодня уже говорили. Родина Арцах, Калдуба, которая используется под, ну, собственно, по хранитиву, ну и по глине. И сорта награда называется Хндогни. Как Хндогни. Как Хндогни. С небольшим ндонг. Нет, нет. Вообще с небольшим дефидогни. Продиханием Хндогни. Хндогни. Да. Хндогни. Как вот хныдогни. Вообще у него есть ещё второе название, он называется Сирени. Вот с этого надо было начинать, да? Хндогни это прям настоящий. Догни. Мне сразу интересно, какой там цвет здесь. Тебе хватит. Какой там? Тебе хватит. Какой там? Вот это. Красная мусь. Мутный, да? Да, да, да. Красная мусь. Какая. Делать вино Самвел Мачунян. Наш хороший друг. В знакомый. Да. В знакомый что, друг? Или... Слово. Нет, или фамилия. А было, то мы... Если посмотрим на этикетку, то Гаурия — это название в честь реки и Мессерианного пункта Смотрите, как мутно, ребята Да, он прям как сброженный сок, нафильтрованный тесный, нафильтратор Ой, ну пахнет аромат, аромат мерзкий какой-то Как ты говоришь, аромат какого-то общественного туалета Вот я только хотел сказать, это он обычно говорит, но по трассе по советскому пространству где-то там И стоят вот эти остановки с туалетами, как будто бы туда заходят Все, к нам теперь не придут, да, ребята Какое четкое описание, представляешь, как человек И живешь в Вишне, мы найдем дом, и сразу в голове образ этого туалета Да, 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 там такое ощущение «Только по трассе и ездит» Сухое? Да Сухое, странное Нет, это прикольный чинир, броденый А я не понимаю Здесь должен быть никакой контрацепет Данное вино, которое мы с ним пробуем Это вино, которое мне передал сам винодел из Армении Поэтому оно появится у нас только через полтора-два месяца Это такая Я понял Это мы пробуем эксклюзив Да, специально для выпуска Кстати говоря, на вкус это потрясающе Ну ты просто это любишь, мне как бы скорее, ну Ну Потому что, видимо, понять Я бы не сказал, что я там То, что это специфично и непривычно, да Но если бы, так сказать, обычный человек купил бы это в магазине Да И он бы подумал, что это, наверное, что-то с вино не то Комфорт Что бы это подпортило Да В первом глотке это брожение И ты говоришь, блин Я точно что купил? Это натуральное вино Но, да Это же натуральное вино Но ты понимаешь, что закупаешь? Как сброженный компорт В миссиональном из которого В градусах Ну, градусов там немного каждый Мне кажется, как будто он 12 Очень легко Пьется, да Очень легко Пьется, да Пьется, да Не зря Я его ждал Теректирующий Теректип 13 градусов Хотя, воспринимается, как Да Да Достаточно легко пьется Очень комфортное вино Ничего смешного Это реально очков Ну, я любитель натуральных вин И вот эта история мне зашла Конечно, Романтика опалкивает С этим ничего не поделать Для меня это такая история Похожа чем-то на чуть-чуть подогулявший ежевик На фиг На фиг На фиг Романтика такая вот Ежевик Мы Видимо Редко сталкиваемся с ежевикой В Петербурге Тем более с подзадержавшей Угу И то он купил, а она тебя нападет Безвкусная Да Не недозревший ежевик На фиг Не, ну здесь это вино Нужно понять, опять же Это тебе там интересно, да А если мы для кого снимаем этот канал, то это скорее будет, ну У людей, если они это откроют, то идти прибудут к вопросу Но есть, есть уже понятие, что это натуральные вина И мы об этом рассказывали Да И как раз это отсылка к этому, пожалуйста Ну вот этот тот вариант, как Причем из родителей Для родителей, да Древности Пожалуйста Ну это Какое блюдо, что бы подошло Ну про мясо, естественно Но это достаточно легко И прикольно Да Да Вражение воспринимается вообще Сразу И вообще как будто это как раз Восемь-девять даже А потом встанем А Потом мы встанем со стола и почувствуем Ты первый должен почувствовать это все, да Я по сожалению устали Не, ну действительно Это вот прям ощущение Ну Как будто это что-то среднее между алкогольным и безалкогольным напитком Ну Ну если говорить про вина И вообще про так называемую подлезность вина То Именно натуральные вины без диоксина серы Определенно таким способом Это То, что можно говорить именно о как полезном вино Именно такое вино полезно пить Понятно, что Мы говорим о каком-то Определенном объеме Количестве Если пить чешу Блин, да Нет бутылочки в день Получается от него голова болеть не будет, да? Натуральные же, да Натуральные же Сколько натуральные вина могут стоять под кашню? При соблюдении условий хранения От этого И вообще Сколько такую бутылку выдерживает? То есть у нас же там же получается Вражение фернов бутылки происходит? Да Такое возможно Ну то есть Сложно сказать Сложно сказать Не могу точно ручаться У меня бутылки эти долго не обижали Тем более Это вот Там 21-го, да? А если какую-нибудь 22-й 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 А если, например, в 25-м у нас Что с ним будет? Ну Стоит пробовать Надо открыть Интересный вопрос на улучшится или Опять же У каждого свое понимание Улучшится это или нет Даже опять же Ну да Если это станет еще пислотным Более Кому-то понравится Больше Кому-то наоборот Меньше По ценам-то что у нас? Будем озвучивать? Давайте По ценам На самом деле Плюс-минус Ну а просто примерно Чтобы вы понимали 500, там 1000, 2 У меня просто цены, которые Допустим Для вас А для обывателя В магазине Если бы это стояло в магазине Ну плюс-минус На ваш взгляд Цены я предлагаю Какие-то смотреть в магазине Ну Словно в Москве Это будет Магазин Инограм В общем наш Сайт-проект Вот Бойхочетпирит Называется Инограм И есть Магазин Он находится Как раз таки В Барплее И сейчас мы еще открываем Непосредственно Тип Который будет Называться Эрони Там тоже будут Все наши виды Если подвести итог Всей вот этой вот нашей Скажем так Дегустации Мы рекомендуем Едать в Армению Либо Пробовать армянские вина Насколько они Вообще В принципе Качественные Сильно ли Отличие между Европейскими Винами Если куда-то Похоже Почему Это скажет Нет Не нужно ехать Нет Потому что Нужно подвести итог Что Хорошо это или плохо В принципе Армения Делают классные вина Либо не классные Да Я почему Многие И это был вопрос Азурова После вот этой дегустации Дегустации У меня Нет У меня ответ был еще До дегустации Он вот туда едет Да Я туда уже Более-менее знаком Просто На данный момент Почему-то люди Боятся брать вина Из стран Бывших Сан-Игрей К сожалению Хотя делают крутые вина Что в Каджикистане На самом деле Что в Каджикистане Арменистане И Армении И Грузии Да Вопрос Почему тогда в масс-маркете Поставляют подобные вина Объемы не позволяют Я так много вопросов Но я постараюсь ответить Объемы не позволяют Я правильно понимаю Потому что там Окей Встать Это нужно Все Все верно Да Достаточно Небольшая Производства Вин И Встать Какой-то крупный Да Нет цели На самом деле То есть Если бы Выше Можно Паречь Но Пока Скажем так Более Успе Управность Поэтому Это Ну хорошо Цена Макадемия Чем меньше объем Лучше производство Ну Как качество Лучше следить Проще Вообще Если мы скажем про наших Соотечественных В основном Есть какой-то Экспириенс Практически у каждого Спешествия на юг Обычно на юг России И Если пробуют Регионы Кавказа В основном Это плодово-ягодные Или это сладкие Ну так как-то Трически сложилось Вот Что-то домашнее Сладкое Вот На этом Как бы все заканчивается Знаешь что есть Такие вины Что они Вообще Абсолютно не похожи На то что Ну привыкли все Какие-то стереотипы Которые мы привыкли Поэтому Эта история Наверное Мы еще будем Только узнавать Узнавать Вины Не стоит Пугаться Пробовать Что-то новое Скажу что вот Для меня По аналогии Долгое время Например Регион как Греция Тоже Супердревние Они На деле И Что мы знаем Прогреть Можно всегда Сколько На деле На деле На Больше Года Я Наверное Лично Пробовал Где-то Прекрасный Прекрасный Регион С Своими видами И Сейчас Они Больше Как Могли Предположить Более 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 Начинается 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 Наш друг Пропустили вопрос Который Который Павло Магур Он Возможно Когда-то мы попробуем А Он Именно На винодельни Только Натуральные Вины А Представлены Вины Где-то В магазинах Они Представлены Непосредственно И Сейчас Они Боятся Различных Заведений Объемы Небольшие Объемы Небольшие 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 Хозяйства Которые Им И не нужно Выходить на Массажин На Широкий Рынок А Небольшие Ровно Тяжело Я знаю Где Что в России Они Когда-то К Швецу Уходили Он Швец Один Но ему На народ Это и не нужно Это не парадоксально Швец По принципиально У него там Все хорошо Его Он В принципе Сердюку Мне кажется Особо не нужно Лично Давайте Оценим Да Очень Сложно Все Вячеслав Правильно Сказал Разные И все Идеально Подходит К тому Либо Иному Событию Что касается Моих вкусов Естественно Я на первое место Выгну Поставлю 9 балл Балл там Снижу За Наверное 8 Я поставлю Вазуму За его Шикарную Романтику И Ранее Поставлю Тоже Восемь Тоже Восемь Просто За его Сбалансирован Скажем так Ну А я Ну Опять же Да Я К какой-то Натуровочке Специфично отношу Да Конечно Да Я скажу так Вот Для меня Фаворит 10 пока Ставить не будем Это Крамраю Это скорее Я любитель плотных Насыщенных вин Это как раз Скорее про меня Это Среднее Между Каберне И Примитива Наверное Хотя Ну Как у меня Это 9 А Рене Думаю 8 9 Скорее 8 Здесь Ну Опять же Это Просто Необычно Я бы Скорее Пусть Это 9 8 8 Но За счет Спецификации Это все Разное Для меня Крамраю Я даже Запомнил Правильно Говорю Это Арини Реально Наоборот Арини Я поставлю 9 Краме Я поставлю 8 А Натураловские 7 У каждого свой фаворит Мы уже знаем То Что забирает себе домой Ребята Во-первых Спасибо большое Святоплаву Это наш первый гость Это Было Круто Интересно Нам Гораздо Проще Мы Слушаем И Пьем Вынимаем И Действительно Для себя И для вас Узнаем Очень много Интересного Спасибо вам большое Что пришли Ждем вас теперь С белыми винами Через неделю Потом Обязательно Чтобы один из них Было 15 Отдельный столик Там поставим В камеру Он даже забыл очки надеть Как оказывается Да Уже можно снимать Все Спасибо вам большое Всем пока Пока Субтитры Субтитры Субтитры